Дух Святой знает, со скольким вы можете справиться. На восьмом уроке «Сбросьте лишний вес» мы узнаем, как мы должны относиться к жизненным трудностям и почему мы должны принимать подготовку, которую запланировал Бог, чтобы построить нашу веру. Сейчас у нас восьмой урок, и название урока «Сбросьте лишний вес». Материал этого урока — 11 глава. Можете садиться. Давайте сразу же приступим к уроку 8 «Сбросьте лишний вес». Я собираюсь начать со слов Петра. Помните, мы будем разбирать его слова на каждом из оставшихся уроков, вплоть до 12. Петр говорит, «Все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренно мудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Итак, смиритесь под крепкую руку Божью, да вознесет вас в свое время. Основной аспект облечения смиренно мудрием — подчиниться Божьему поручению, как это было с Халевом и Иисусом Навиным. Мы должны понять, что можем справиться со всеми противниками, стоящими между нашими нынешним положением и исполнением Божественного поручения. Самое подходящее время сказать «Аминь». Все противники, стоящие между нашими нынешним положением и Божественным поручением, могут быть побеждены. Мы рассчитываем на его силу и крепкую руку. Мы доверяем его слову больше, чем доводам логики или разума. Мы становимся людьми, которые ходят верой, а не естественными чувствами. Можете сказать «Аминь». Чтобы на самом деле жить таким образом, мы должны стать людьми, возлагающими свои заботы на Него. Такими были Халев и Иисус Навин в отношении своих жен и детей. Они были отцами, мужьями, и они также должны были заботиться о своих семьях. Однако Слово Божье было для них более важно. Они понимали, что когда они поставят волю Бога на первое место, их семьи, их самая большая ценность, будут защищены и обеспечены. Они на самом деле были смиренные. В результате нужды их семей были в самых искусных руках во всей Вселенной, потому что Он заботится о нас. Когда мы возлагаем наши заботы на Бога, Он дает нам способность быть неотступными в нашем призвании и поручении. Чтобы продолжать активно работать, мы не можем нести тяжелый вес. Послушайте первый стих 12 главы послания к евреям. «Свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще». Вес замедляет наше движение и может помешать нам финишировать с хорошим результатом. Можете представить себе, как вы бежите марафон с двумя 20-килограммовыми гирями? Вы просто не сможете этого сделать. Тяжелый вес, который мешает вашему постоянному прогрессу, нашей проблемой и заботой. Именно это угнетало других 10 шпионов, которые не исполнили Божьего поручения. Важно отметить, что наши семьи не лишний вес. Именно беспокойство за наши семьи становится лишним весом. Сомневаясь в Божьей способности обеспечить и защитить, мы наносим оскорбления его честности и его силе. Интересно отметить, что Халев и Иисус Навин в конце концов доказали, что их современники ошибались. Через 40 лет они на самом деле участвовали в битве против хананеев, и их семьи совершенно не пострадали. Действительно, все кончилось благословением их жен и детей. Они получили в наследие плодородную землю вместо пустыни, которую получили остальные 10. Разница в мышлении имела свои последствия. 10 шпионов хотели защитить свои семьи больше, чем выполнить Божьи указания. В итоге их семьи унаследовали пустыню. Иисус Навин и Халев верили. Их семьи унаследовали землю обетованную. А земля обетованная для нас — символ изобилия. Иногда... Сейчас я хочу, чтобы вы очень внимательно слушали то, что я собираюсь сказать. Иногда в нашей жизни каждому из нас придется делать выбор между безопасностью и судьбой. Выберем ли мы нечто важное, или просто попытаемся обезопасить наше благополучие? Если вы выберете путь самосохранения, концом его не будет ваша божественная судьба. Вы можете достичь успеха в сохранении комфорта и безопасности, но в конце концов, у судилища Христова вы поймете, что потеряли полноту жизни. Это факт. Если вы собираетесь пройти поприще, запланированное Богом для вас, вы должны научиться возлагать лишний вес ваших забот и тревог на Него, так как Его путь часто идет вразрез с тем, что диктует безопасность и комфорт. Когда я был молодым человеком, в меня словно было вбито, что очень важно хорошо обеспечивать свою семью. Мой отец учил меня. Фунт, который ты сэкономил, фунт, который ты заработал. У меня замечательный отец. Этот человек так замечательно обеспечивал нашу семью и был для меня в этом смысле замечательным примером. Когда я женился на Лизе, моим самым большим желанием было хорошо обеспечивать семью. Я помню. Знаете, я хотел стать пилотом самолета. Вот что я на самом деле хотел делать. Я собирался полететь в Эмбри Риддл во Флориде. Я хотел получить лицензию пилота и стать коммерческим пилотом. И мой отец не одобрил этого. Он сказал, сын, это нехорошая профессия, это нестабильно. Он сказал, стань инженером. У тебя очень хорошие способности в математике и точных науках. И я сделал то, что посоветовал мне отец. И стал инженером. Я закончил колледж. И я помню, я принял спасение, когда учился в колледже. И я почувствовал тягу к служению. Я закончил колледж и получил работу в компании Rockville International. Мы были в Далласе, штат Техас, в очень большой церкви. И знаете, я помню, первые пару лет работы в Rockville у меня была очень хорошая зарплата. Я был младшим инженером. Я думаю, наверное, самая лучшая зарплата, которую мог получить выпускник колледжа в то время. И знаете, я помню, я женился на Лизе. С того момента у меня было это сильное желание проповедовать Евангелие. Желание, которое Дух Святой вложил в мое сердце. И мы с Лизой, знаете, поговорили об этом. Мы сказали, знаешь что, давай вот что сделаем. Я слышал от моего коллеги в Rockville. Он сказал, если мы, служащие компании, если мы переедем на Ближний Восток, особенно в Саудовскую Аравию, они будут платить нам очень большую зарплату. И у меня были друзья в Rockville, которые поступили так, и им платили просто огромную зарплату в Саудовской Аравии. И мы с Лизой обсудили этот план и решили, знаешь, давай переедем в Саудовскую Аравию и будем работать в Rockville. Пойдем к женщине из отдела кадров. И я так и сделал. И давай переедем туда. Лиза сказала, я это готова стерпеть, и у нас будет огромная зарплата, у нас будет много денег, и мы вернемся в Америку и купим маленький скромный домик. Потом мы рассчитаемся за этот домик, потому что у нас будет много денег, которые мы заработали в Саудовской Аравии. И тогда мы начнем служить, и нам не придется просить денег у других людей. Это все звучало как замечательный план, но он был основан на наших способностях и расчетах, и усилиях. И я помню, знаете, я пришел к женщине из отдела кадров в Rockville, и потом этот молодой человек из нашей церкви, он был на самом деле настоящим мужем Божьим. Он отозвал меня в сторону, чтобы поговорить. Он сказал, я хочу, чтобы ты пришел ко мне домой, я хочу с тобой поговорить. Они были нашими хорошими друзьями, и я пошел в дом к Тонне. Тонне целых два часа отчитывал меня, то так, то этак. Он сказал, на твоей жизни есть Божье призвание, и что ты с ним делаешь? Если ты продолжишь идти в том же направлении, в котором ты движешься, ты будешь старым инженером, и ты пропустишь свою судьбу. И я помню, как я слушал этот двухчасовой упрек и пошел домой к жене, благодаря Богу за таких молодых друзей. И я буду вечно благодарен ему. И я пришел домой к жене, посмотрел на жену и сказал, Лиза, я собираюсь войти в первую же дверь, которую Бог откроет для нас. Я собираюсь сказать всем, что я доступен для служения в нашей церкви. И первая дверь, которая откроется, я собираюсь войти туда. Ты со мной? Она сказала, да, милый, я с тобой. И я помню, я был сильно вовлечен в церковную работу. Я был ашером, организатором. Я также был в тюремном служении, в служении тем, кто находился под арестом. Я давал уроки тенниса детям пастора, потому что в колледже был теннисистом Национальной студенческой спортивной ассоциации. Три года я давал уроки тенниса как игрок-профессионал в клубе плавания и тенниса. И я помню, через пару месяцев после того, как я это сказал, в моей церкви открылась дверь. И я помню, жена пастора сказала, я хочу, чтобы ты стал личным исполнительным помощником для нас с пастором. Вообще-то, это было красивое название, обозначающее мальчика на побегушках. Я выполнял их личные поручения, например, покупал продукты, мыл их машину, забирал из школы их детей и тому подобное. И я говорил, я был бы рад работать для вас. Она сказала, не знаю, сможем ли мы себе позволить платить тебе. Я сказал, вы сможете позволить себе меня. Ну, я помню, они мне платили достаточно скромную зарплату, 18 тысяч долларов в год. И я помню, мы с Лизой Селли сосчитали, сколько нам нужно платить по счетам. Наши счета и наша зарплата не сходились. Нам каждый месяц немного не хватало. Я имею в виду, у нас было достаточно, чтобы оплачивать счета. Но ничего не оставалось, чтобы купить джинсы или туфли. Ничего. И я помню, я ожидал, что Бог будет нас обеспечивать те первые пару лет самым удивительным образом. Мы буквальным образом наблюдали, как Господь время от времени снова и снова помогал нам. Но денег едва-едва хватало. И я помню, однажды нам нужно было выбирать, будем ли мы покупать продукты или отдадим десятину. Для нас, Лиза, это был совсем нетрудный выбор. Бог был на первом месте, и мы решили отдать десятину. Мы взяли десятину с собой в церковь в то воскресное утро, и до моей зарплаты еще оставалось 12 дней. И нам было нужно покупать продукты. А остальная часть денег должна была пойти на другие вещи. Вы понимаете, что я говорю? Одной из этих вещей была машина. Это была как настоящая буря. Я помню, знаете, у нас была одна машина, Форд Гранада, и это была машина Лизы, которая стала и моей, когда я на ней женился. И я помню, это было удивительно. Знаете, однажды я пришел домой с работой и попробовал завести ее машину, а она не заводилась. Генератор умер, он совсем не работал. Он сгорел. Я подумал, ну вот. Я взял церковный фургон, я мог ездить в церковь и из церкви. Я был так занят работой в церкви, я просто игнорировал эту проблему. Плюс тот факт, что починить генератор стоило очень дорого, и у меня совсем не было денег, потому что нужно было покупать продукты. Через пару дней я пришел с работы, и одна из шин была плоской. И самое плохое было в том, что запаска тоже была испорчена. И вот сейчас у меня был генератор, и это плоская, сдутая шина, и наша машина на стоянке рядом с нашей квартирой. Машина, которая уже спеклась под солнцем Далласа. И вот через несколько дней я пришел домой с работы, и это правда, я не преувеличиваю, это абсолютная правда. И стекло со стороны пассажира было вдребезги разбито на сотни кусочков. Они были внутри машины и рядом с ней. В Далласе стало так жарко, что воздух внутри расширился и выдавил стекло. Сейчас у меня была незакрытая машина со спущенной шиной и проблемой с генератором. И мы закрыли окошко в машине с симпатичной большой сумкой для мусора. Но я там сидел по ночам, засыпал и снова просыпался. Немного ветра и сильный дождь, и наша машина была затоплена, и она стояла на парковке и буквально гнила от дождя и горячего солнца Далласа. Я начинал приходить в отчаяние. Если бы я все еще был инженером, я бы мог легко поехать и починить эту вещь. Я позвонил в автосервис, и цены, конечно, были очень высокие для нас. У меня не было денег. Я прошел в тихое место, и там я разозлился. Я был сыт всем этим по горло. Я не забуду, в Библии в послании к филиппийцам написано, «Не волнуйтесь ни о чем. Вместо этого молитесь обо всем. Скажи Богу обо всем, что тебе нужно, и благодари Его за все, что Он сделал. Если ты так сделаешь, ты ощутишь мир Божий, который превыше всякого ума. Он соблюдет, сохранит твое сердце и разум». Позвольте сказать вам, тогда у меня совсем не было мира. Я не молился смиренно. Я с дерзновением пришел к престолу благодати, и я сказал, «Бог, именно ты сказал мне поступить так. Ты мой обеспечитель. Эта машина сгниет, и это беспокоит меня. Поэтому сегодня, прямо сейчас, я официально отдаю тебе эту заботу. Если эта машина сгниет, это не моя проблема. Это твоя проблема». Именно это я и сказал. Потом я выступил против дьявола. Я сказал, «Дьявол, Господь я земля, и что наполняет ее? Я даю десятину. Тебе нужно дать эти деньги мне в руки. Пусть они придут. Они мне принадлежат». И послушайте, тогда впервые я почувствовал мир. Я почувствовал мир. Я почувствовал радость. Я начал истерически смеяться. Я подумал, я спятил, я сошел с ума, но я продолжал смеяться. Это исходило вот отсюда. Радость в Господе. Сила ваша. Говорит Библия. Правильно? Я помню, на следующий день к Лизе зашла подруга и увидела жалкое подобие машины на парковке около нашей квартиры. Она сказала, «Лиза, не могу избавиться от вида твоей машины. Ты знаешь, у меня есть друг, он механик. Хотите, я позвоню ему и узнаем, что он сможет сделать для вас, ребята?» И вот она позвонила механику. Он полностью починил нашу машину и взял с нас. Очень мало. Мы смогли себе это позволить и заплатили ему. Сейчас у нас все еще была ситуация. Нам нужно было купить продукты. Через пару дней пара из Сан-Антонио подошла к нам с Лизой и они сказали, «Мы не знаем почему, но мы просто...» Те люди из Сан-Антонио не знали, что у нас были проблемы с деньгами. Знаете, за пару дней до этого Лиза как-то села вечером в нашу машину и расплакалась. Мы не плакали от неверия, просто мы были очень расстроены. Почему мы проходим через все это? Все остальные пасторы из штата церкви и все другие работники церкви, у них просто есть деньги. У нас вообще нет денег. Почему мы через все это проходим? Вот чего я тогда не понимал. Бог готовил нас на этой тренировочной площадке, готовил нас для нашего будущего. Наши мышцы стали сильнее. Я помню, та пара из Сан-Антонио подошла к нам. Они сказали, «Мы не знаем почему, просто мы всю эту неделю чувствовали, что должны сделать это». И они протянули нам конверт. Мы открыли конверт, там оказался чек на 200 долларов. Позвольте сказать вам кое-что. Больше у нас ни разу в жизни не было такой скудости. Что же потом произошло? Мы поехали во Флориду и стали молодежными пасторами в очень известной церкви. И опять у нас была большая зарплата, которая потом стала меньше. Сейчас наши нужды были даже больше, и мы получали очень-очень-очень маленькую зарплату. И снова мы видели, как Бог обеспечивал нас самым удивительным образом. Что же случилось потом? В сентябре 1988-го я молился, и Господь сказал, «Я собираюсь убрать тебя со служения молодежного пастора, и я собираюсь послать тебя по всей Америке. Я хочу, чтобы ты проповедовал мое слово». И мы не забыли то слово. Я помню, когда он сказал мне об этом, я подумал, «Хорошо, тогда тебе придется сказать об этом моему пастору, потому что я сказал моему пастору. Я здесь, пока не придет Иисус или пока Бог не проговорит к тебе и ко мне». И я помню, я ничего никому не сказал, когда Бог сказал мне, я ничего никому не сказал, кроме жены и моего друга, живущего в другом штате. И вы знаете, через пять месяцев, в феврале 1989-го года, мой пастор пришел на встречу, там нас было 11 человек, помощников пастора, и он сказал, «Дамы и господа, прошлой ночью Бог дал мне видение, я увидел, что один из вас уже не будет штатным сотрудником нашей церкви, но будет повсюду путешествовать и проповедовать Слово Божье». И он сказал, «Этот человек ты, Джон Бивир». Дух Божий сошел на меня, я начал плакать, я сказал, «Но как?». Он сказал, «Я не знаю, как это произойдет, но это произойдет». Что же произошло? В августе того года я получил семь приглашений со всех концов Америки, со всех концов, в часе от границы с Канадой, на границе с Мексикой. Одно было с западного побережья Калифорнии, еще одно с восточного побережья Флориды. Я подошел к моему пастору, я сказал, «Я получил семь приглашений, что мне делать?». Он засмеялся и сказал, «Я пророчествовал об этом, похоже, ты поедешь». Он сказал, «Давай сделаем вот как. Мы будем платить тебе зарплату до конца этой осени, а потом ты двигаешься сам». Он сказал, «Ты едешь куда захочешь, ты едешь в те семь мест, и потом ты начинаешь действовать самостоятельно с первого января». Я сказал, «Звучит как план». И вот той осенью я съездил в те семь мест, это было замечательно, но никто другой не просил меня проповедовать, потому что никто не знал, кто я такой. Вы понимаете? Был уже конец ноября, и мой пастор начал немного волноваться, потому что он видел, что через пять недель я останусь без зарплаты, и у меня нет других приглашений. Он дал мне очень хорошее рекомендательное письмо и адреса 600 церквей, где он сам проповедовал, и сказал, «Можешь делать все, что хочешь». Он был очень известным человеком, он был известен во всем мире. У него была телевизионная программа, и каждую неделю он был в прямом эфире. Он сказал, «Джон, ты можешь делать все, что хочешь, с адресами этих 600 церквей». Но что же мне было делать? Я сделал копию его рекомендательного письма и копию моего собственного письма, и я начал писать письма в эти 600 церквей. Я собирался их все разослать. Правильно? Я был примерно на сороковом конверте, когда Дух Святой сошел на меня и сказал мне, «Что ты делаешь?» Я ответил, «Собираюсь сообщить пасторам, что я доступен». Он сказал, «Ты выходишь из моей воли». Я сказал, «Бог, но никто ведь там не знает меня». Он сказал, «Я знаю, доверяй мне». В тот момент я встал перед выбором. Либо я буду зависеть от своих собственных способностей, чтобы обезопасить свое будущее, либо выберу смирение, истинное смирение, и буду слушать Божьи указания. И я взял те сорок конвертов и разорвал их, чтобы избавиться от всего этого сразу. Вы понимаете, о чем я говорю? Я сказал, «Хорошо, Бог, либо я сумасшедший, либо я на самом деле услышал от тебя». И я помню, я сразу после этого получил приглашение. Оно было от церкви в Южной Каролине, которая собиралась в помещении, снимаемом для гражданской панихиды. Это было первое церковное служение, которое я провел с тех пор, когда перестал получать зарплату. Потом я получил еще одно приглашение от маленькой церкви в горах штата Теннесси, в которой было менее сотни человек. И вот я здесь в конце декабря. Мой пастор на самом деле волновался за нас с Лизой. Он сказал, «Вот что я хочу сделать». Он спросил, «Лиза, у тебя есть опыт работы на телевидении?» Он сказал, «Вот что я хочу сделать. Я хочу нанять тебя, чтобы ты была продюсером моей телепрограммы. Я буду платить тебе 45 долларов в час». Когда я услышал это, я буквально хотел прыгать до потолка. Так я был рад. Он сказал, «Джон может строить свое служение по всей стране, и ты будешь обеспечена. У тебя будет зарплата 45 долларов в час». Я был так счастлив. Я как-то молился на улице, и Господь сказал, «Если Лиза будет работать на него, все деньги, которые он ей заплатит, я вычту из тех пожертвований, которые тебе будут давать с собой». Я спросил, «Что?» Он сказал, «Я хочу, чтобы Лиза была с тобой». Я сказал, «Лиза, мы должны отклонить это предложение нашего пастора». Пастор был очень удивлен. Была последняя неделя декабря. Он сказал, «Джон, давай сделаем вот что. Ты пойдешь со мной на программу, которую вещают по всей стране, и я представлю тебя всем пастором страны». И еще он добавил, «Наша церковь будет давать тебе ежемесячную финансовую поддержку». Я сказал что-то вроде, «Большое спасибо, пастор». И снова я молился, и Господь сказал, «Он не будет давать тебе ежемесячную финансовую поддержку, и Он не представит тебя пастором всей страны». Я спросил, «Почему нет?» Он сказал, что сделает так. И Господь сказал, «Он человек Духа, и Он этого не сделает, потому что я скажу Ему не делать этого». Я спросил, «Почему ты не позволишь Ему сделать это?» Он ответил, «Потому что, когда у тебя будут неприятности, я хочу, чтобы ты бежал ко мне, а не к Нему». И мы начали. У нас всегда была еда, у нас были деньги на оплату счетов. Я помню, ребята, это было удивительно. Я поехал в эту церковь, которая арендовала помещение для гражданской панихиды в Южной Каролине, и на последнем собрании там присутствовал пастор из другого города, потому что мы решили продлить собрание, так как они проходили очень сильно. И тот пастор сказал, «У меня есть церковь, ты приедешь в мой город?» Я туда поехал, я помню, в другой раз у нас тоже была ситуация, и это стало происходить каждый месяц. У нас была ситуация, когда мне некуда было ехать проповедовать, и я гостил в доме моих родителей Вера Бич, штат Флорида. Я был на теннисном корте примерно в 5 часов утра, и сказал, «Хорошо, Господь, это не моя забота, это Твоя забота. Меня не приглашают проповедовать, у меня есть счета, которые нужно оплачивать, на моей жизни есть призвание». Я сказал, «Бог, если ты не откроешь дверь, я пойду и устроюсь на работу упаковщиком продуктов, и я буду говорить людям, что ты не смог обеспечить меня». Вот что я сказал. Мои колени дрожали, когда я это говорил. И знаете, чем все это закончилось? Я поехал в церковь в штате Мичиган. Божье движение остановило этот перерыв, который длился 3 недели. Я позвонил моей жене, которая тогда находилась в общественном месте в штате Флорида. Я сказал, «Я посылаю вам с Эдисоном билет. Я хочу, чтобы вы, ребята, прилетели сюда. Это все не кончается». Там рядом был пастор 2000-й церкви в Рочестере, штат Нью-Йорк, который случайно услышал наш разговор. Когда она закончила разговор, он подошел к ней и сказал, «Извините, это невежливо, я услышал ваш телефонный разговор. Сможет ваш муж приехать в мою церковь?» Так что все закончилось тем, что мы поехали туда. Мы ездили туда много, много раз. Но именно таким образом это произошло. «Вы меня слушаете?» Я спрашиваю, «Вы меня слушаете?» Знаете, в первые годы поездок мы с Лизой видели, как Бог обеспечивал нас сверхъестественным образом. Я помню, как-то нам нужно было 700 долларов, чтобы внести платеж за дом в тот первый год. Я помню, я сказал, «Лиза, нам нужно вносить платеж за дом завтра. Нам нужно 700 долларов». И я помню, как подошел к почтовому ящику, и там был чек на 300 долларов от молодой пары. Хиппи, они жили в Бирмингеме, штат Алабама. У них даже не было мебели. Они спали на пружинном блоке, поверх которого они клали матрас, и они сказали, «Не знаем почему, но мы почувствовали, что должны отправить вам чек». Потом я вечером проповедовал в маленькой церкви в Орландо, штат Флорида. Там было 40 человек. Я помню, пастор сказал, «Вот вам пожертвование». И он дал мне бумажный пакет, наполненный пенсами, монетками в 5, 10 и 25 центов, долларовыми банкнотами и другими наличными деньгами. И я помню, что в сердце у меня был совершенный мир, потому что я отдал заботы Богу. Я лежал в постели и вспомнил, что не сосчитал пожертвование. Я его сосчитал, там оказалось 397 долларов 26 центов. Прибавьте к этому 300 долларов, и у нас получилось 700 долларов, которые были нам нужны. И мы видели, как Бог обеспечивал нас совершенно чудесным образом. Позже мы поняли, что Бог использовал этот процесс для нашей подготовки. Нам нужно было научиться отдавать заботы Богу в наших вопросах, таких как генератор в машине. Нам было важно научиться верить и сражаться, когда наша зарплата была небольшой. Почему? Потому что от ситуации с маленькой зарплатой мы перешли к ситуации, когда ее вообще не было. Все же мы выросли в вере и были готовы к более трудным поручениям. Проблемы, с которыми мы сталкивались в первый год поездок, были также полезны для нашего роста, так как это подготовило нас к следующему уровню роста, потому что сейчас, в это время, когда я общаюсь с вами, наш бюджет обычно составляет больше 100 тысяч долларов в неделю. Понятно? Если бы я не научился отдавать заботы Богу и верить Ему шаг за шагом в те ранние годы, то бы я делал сейчас. Но я честно могу посмотреть на вас и сказать, что я не потерял ни одной минуты сна, беспокоясь о финансах нашего служения. У нас нет церковного собрания, которое дает пожертвования, у нас нет определенных людей, которые дают нам каждую неделю. Нам просто пришлось научиться доверять Богу. А вы знаете, сколько это 100 тысяч? Это всего лишь на несколько нулей больше того, с чего мы начинали. Но чтобы быть честными с вами, самое сложное было, когда мы начинали. 100 тысяч — это просто кусок торта по сравнению с тем, как мы начинали. На самом деле, как Бог поступает с нами? Он ведет нас из веры в веру, и процесс, который Он использует, напоминает мне бодибилдинг. Когда мне было 35 лет, я помню, я был на сцене в Атланте. Было воскресное утро, перед моими глазами замелькали звездочки, когда я проповедовал. «Вам нужно понять, — говорил я, — ходить в спортзал — потеря времени». Это я сказал перед тем, как увидеть звездочки. Моя жена молилась за меня. «Бог, пожалуйста, пусть Джон начнет ходить в спортзал, потому что я буквально стал истощенным». Я был примерно на 10 килограммов легче, чем сейчас. А наш сосед был борцом. Он состоял во Всемирной Федерации Борьбы. И мы были очень-очень близкими друзьями. Его жена спаслась, дети спаслись. Это другая история. Но в любом случае, я помню, после того случая со звездочками, я сел и сказал, «Кип, пожалуйста, займись мной и тренируй меня, научи меня поднимать вес». Он сказал, «Конечно». И он был очень счастлив, что я собираюсь это сделать. Итак, следующие три месяца мы ходили в спортзал. И я помню, как мы ходили с ним, борцом Всемирной Федерации Борьбы, в спортзал в начале. Все его приятели были там. Так ведь? Эти ребята, их руки были, как мои ноги. Так? И они были просто большими парнями. Так ведь? А я был похож на тоненькую палочку. Вот так. Но Кип, казалось, так гордился мной. Знаете, и он говорил, «Давай, Джон, давай!» Он был так добр ко мне. Он говорил, «Давай посмотрим, как нам это сделать». Я быстро понял, что мышцы не растут, когда ты поднимаешь легкий вес раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Нет. Ты надеваешь тяжелый вес на перекладину. Такой, что ты можешь поднять его только три или четыре раза. И я видел, надевали вес. Видел, как они садились на скамью, потом поднимали один раз, второй раз, в третий раз я видел, как у них начинали выступать вены. Я видел, как их лица искривлялись, становились красными, и все ребята кричали, «Толкай! Давай! Поднимай!» И тот парень, его лицо становилось полностью красным, вены выступали, шея вздувалась, и он поднимал вес еще один раз. Вот тогда-то и начинали расти мышцы. Я начал с 95 футов, это около 45 килограммов. Не смейтесь, будьте вежливы. Я помню, ребята, весь первый месяц я мог поднимать только 95 футов. Я верно продолжал ходить в спортзал, застряв на отметке 95. Потом я дошел до 105, потом я дошел до 115, потом я дошел до 125, потом я дошел до 145. Вау! Кип радовался! Вау! Это здорово! Потом я поднял 155, 165, 175, 185, и застрял на этой отметке некоторое время. Но через 6 месяцев я уже поднял 205. Я был так горд! Я был в таком восторге, что застрял на 205 примерно на 5 лет. Потом случилось так, что этот парень стал работать с нами в служении. Так как он занимался бодибилдингом, он постоянно напоминал мне, чтобы мышцы выросли, нужно поднимать тяжелый вес. И он опять начал со мной заниматься. Знаете, что произошло? Я был на собрании в городе Фресно, штат Калифорния, со многими пасторами. Один из них занимался бодибилдингом. Он повел меня в спортзал и сказал, «Сейчас ты поднимешь 225». Я сказал, «Это полная чушь». Он сказал, «Закрой рот, позор тебе, если ты не поднимешь. Давай, поднимай». И вы знаете, что? Я поднял. Я позвонил жене, она была в восторге, что я поднял 225. Но теперь я застрял на 225. Этот парень продолжал работать со мной, и мы дошли до 235. Самое большое, что я поднимал, 245 футов. Потом я поехал в церковь Мичгани. Там был первоклассный тренер по поднятию веса. И я помню, мы пошли в спортзал на следующий день после воскресных служений, и он сказал, «Сейчас, Джон, мы добьемся, что ты поднимешь 265». Я сказал, «Ерунда». Он сказал, «Закрой рот, иди на скамью и сделай это». И знаете, я поднял 265. Я был удивлен. Я позвонил жене. Я был так рад. На следующий год я вернулся в церковь и продолжил тренировки, потому что он, тот парень, кто работал со мной, сказал, что делать. И мы старательно продолжали делать это. В следующий раз мы вернулись в ту церковь все воскресенье я проповедовал о Святом Духе. В понедельник я пришел в спортзал, и пришел тот первоклассный тренер. «Эй, ты поднимешь...» Ночью мне приснилось, «Ты поднимешь 300 фунтов». Я сказал, «Что?» Полная чушь. Он сказал, «Джон, ты проповедовал о Святом Духе весь день вчера. У меня был сон. Закрой рот и иди на скамью». Я сказал, «Есть, сэр. Вы же не будете спорить с парнем, если он может разорвать вас надвое». Так ведь? И вот он надевает 300 фунтов, разогревается, поднимает 300 фунтов. И я помню, штанга опускается, и они все кричат, «Поднимай!» И я поднял. Я просто подпрыгнул со скамьи. Я прыгал по всему спортзалу. Я чувствовал себя. Я только что... Он сказал, «Сейчас ты поднимешь 315». Я сказал, «Невозможно!» Он сказал, «Закрой рот и поднимай. Это тебе тоже снилось?» Он сказал, «Просто молчи и поднимай». Он приготовил вес в 315 фунтов, и я поднял его. В 44 года я поднял 315. Я был в восторге. Я позвонил жене, я был так счастлив. Те пасторы, тот первоклассный тренер, человек из моего штата, они были как Святой Дух, потому что слышали то, что говорит Господь. В 1 Коринфянам 10 стих 13 написано, «Верен Бог, который не попускает вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так чтобы вы могли перенести». Те тренеры знали, сколько я могу выдержать. Они знали, что я мог и что не мог вынести. Они знали, что мне не нужно давать вес 405 фунтов, когда я мог поднять только 315. Я был очень впечатлен их способностью видеть и понимать больше, чем я. Каждый раз, когда я не мог представить себе, что возьму новый вес, они могли. Они видели силу, о которой я ничего не знал. Дух Святой такой же. Он знает, с чем вы можете справиться и с чем не можете. Если бы борец Международной Федерации Борьбы, слушайте внимательно, что я хочу сказать, дал мне вес в 315 фунтов. Первый же раз, когда пришел в спортзал, что бы произошло? Я скажу вам, что бы произошло. Штанга бы упала так быстро, что она сломала бы мне ребра и убила бы меня. Я бы буквально умер на скамье. Вы со мной? Дух Святой знал, что ожидает нас с Лизой. Бог говорит, «Только я знаю намерения, которые имею о вас. Ему нужно было строить нашу веру, и в этом процессе строительства нам нужно было научиться возлагать заботы на Него. Мы чувствовали себя некомфортно, но это всегда работало на «отлично». Очень часто я сражался с эмоциями, желанием все бросить и сдаться, но я просто не могу, потому что Иисус никогда не бросает меня. Мы оставались твердыми в нашем божественном призвании и продолжали справляться с трудностями на нашем пути. Оглядываясь назад, сейчас низкая зарплата, проблемы с генератором, различные другие испытания, через которые нам приходилось проходить, были строительными камнями, которые укрепляли нас, чтобы мы могли правиться с тем, что ждет нас впереди. Если бы мы сразу начали верить Богу, когда мы только начинали, за 100 тысяч долларов в неделю, это было бы то же самое, что надеть на штангу сразу 315 фунтов в первый же приход в спортзал. Нет, святому духу нужно было постепенно привести нас в место, где мы могли поднять такой груз. Так что послушайте, не срывайте вашу подготовку. Сопротивление, с которым вы сталкиваетесь в ранние годы, наш процесс обучения был связан с нашими личными нуждами. Ремонт машины, деньги на продукты, счета, платежи за дом. Однако сопротивление, с которым мы сталкиваемся сейчас, редко имеет отношение к нашим личным нуждам. Сейчас это связано с обеспечением множества вещей, которые Господь доверил нашему служению. Если бы мы мешали Божьему процессу подготовки вначале, у нас не было бы силы для того, что Он посылает нам сейчас. Ему бы пришлось найти кого-то другого, чтобы сделать это. Как многие служения не способны достигать людей, которых Господь призвал их достигать, потому что они не прошли через процесс подготовки. Они не использовали веру, чтобы поднять 145 фунтов на пути к 405 фунтам. И сейчас они не могут поднять 405 фунтов. Печально, что Богу приходится использовать кого-то другого, чтобы завершить его или ее поручение. Как много мужчин и женщин, занимающихся бизнесом, застряли гораздо ниже, чем Бог их призвал, потому что они не вошли в свою землю обетованную через испытания, с которыми они сталкивались. Вместо того, чтобы верить Богу, они обратились к организациям, созданным людьми, или манипулятивной, или доминирующей методике, чтобы справиться с трудностями. То же самое в политике, в сфере образования, в медицине. Список можно продолжать. Наш отец знает лучший курс подготовки для каждого из нас. И хотя он не является автором проблем, он допускает их, чтобы укрепить нас для судьбы, которая ожидает нас. Не срывайте ваш процесс подготовки. Слушайте меня внимательно и не забывайте эти слова. Испытания, с которыми вы сталкиваетесь сегодня, готовят вас к величайшим подвигам, которые вы совершите завтра. Могу сказать вам практически с полной уверенностью. Десять шпионов не прошли через тот процесс подготовки, через который прошли Халев и Иисус Навин. Они, вероятно, находили возможности обойти испытания и трудности вместо того, чтобы довериться Богу. Они не построили свою веру, поэтому в решающий момент у них не было веры, чтобы устоять. Запомните, Бог не приведет вас в трудное место, не подготовив вас предварительно, чтобы вы смогли успешно пройти Его. Научитесь в истинном смирении возлагать ваши заботы на Него, так, чтобы вы могли идти от славы в славу, от веры в веру, от силы в силу. Увидимся на следующем уроке. На следующем, девятом уроке Джон будет учить нас противостоять врагу и его хитростям. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова